Блокадное детство, любимая семья и преемственность поколений. Галина Цветкова отмечает юбилей. Председатель Люберецкой общественной организации, жители блокадного Ленинграда, 85. Поздравления поступают из Люберец, Санкт-Петербурга, Москвы, Парижа и даже с острова Бали. В гостях у юбиляра побывали мои коллеги. Мамулечка, я поздравляю тебя с днем рождения. Тебе главное здоровья, здоровья, здоровья. Потому что ты нам так нужна. Мы без тебя пропадем. И внучка, и правнучка, и я, и наш индонезийц. Спасибо. Из северной столицы Галину Михайловну приехала поздравить дочь Ирина. Заслуженная артистка России сама готовится к торжеству. В середине апреля отметят 40-летие службы в Санкт-Петербургском государственном театре комедии имени Акимова. Репетиции идут полным ходом. Но приехать на день рождения самого близкого человека – ее долг. Для нее мама идеальна во всем. Она всегда оденется, причешется. Весной и летом обязательно подкрашенные глазки. И муж покойный Игорь Александрович ее даже ревновал. Она выходит с собакой в брючном костюмчике. Куда ты собралась? Она в свои 85 лет женщина. Это здорово. Галина Цветкова – ребенок блокадного Ленинграда. Ее отец работал на заводе «Большевик», который в годы войны снабжал армию орудиями, минами и снарядами. Осенью 41-го года добровольцем ушел на фронт. Его единственное письмо с поля боя Галина Михайловна бережно хранит. И пишет, что мы на Невском пятачке, Синявинские болота. Идут жестокие бои. Береги детей. Если могу, смогу, вышлю деньги вам. И все. И уже в ноябре пришла, что ваш муж пропал без вести. Четырехлетняя Галя с младшей сестренкой остались мамой. Она устроилась санитаркой в госпиталь. Уставшая и изнуренная голодом, каждое утро перед работой отводила дочек в детский сад. Но один зимний день мог навсегда их разлучить. Она с насанках. И вот везет. Ей кричат. Женщина детей потеряла. Она и не чувствует, что детей-то нет. Но через Исаакиевскую площадь вернулась, подобрала и снова. Ну а потом уже детский сад разбомбили. Поздней осенью, пока лед не сковал ладугу, семью успели эвакуировать. Их пароход уцелел. А впереди идущие попали под вражеский обстрел и были затоплены. Почему-то у меня осталось в памяти, вот как мы проплывали. Мы в иллюминаторы смотрели. Огромные рыбины. Наверное, это рыба глушёная. Ну, как вот от бомбёжек. Ещё мы смотрели, что рыбы столько плавает. О том, что хочется есть, маленькая Галя не думала. Она мечтала только об одном – чтобы пароход благополучно добрался до другого берега. Уже железной дорогой эвакуированных детей и женщин привезли под Новосибирск. Новогодний утренник Галина Михайловна до сих пор помнит. В детском садике нам давали такие салфеточки красненькие. И там мандаринка, конфетки, печенюшка. Ну, в общем, маленькие подарки всем давали. Война закончилась, и семья вернулась в Ленинград. Галина окончила школу и поступила в институт. Первое время была телефонисткой и почти всю жизнь проработала проектировщицей. Но не работа в жизни главная, считает она. Всё-таки семья – это первая родина, и первое – надо, конечно, и дети. Галина Михайловна с большой нежностью рассказывает о внучке и правнучке, которые живут в Индонезии. Алё! Ой, Машуня, приветик! Бабуль, поздравляю! Ну, спасибо! А где твоя красавица-то наша, Оливия? Ой, как мы спим-то! Я очень люблю, Бабуль. Ну, так Маша, я тебя люблю, Машуня. Давай, жду не дождусь, когда ты приедешь. Семейные ценности здесь в особом почёте. А преемственность поколений обеспечивает связь между прошлым, настоящим и будущим. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.